здравствуйте дорогие друзья я очень тронута вашей вообще вашим вниманием к моей персоне и теми откликами которые я получила на канале спасибо вам огромное и богу я не заслуживаю этого всего но поскольку люди оказывают такое доверие надо стараться соответствовать и буду стараться хотя конечно опыта видеоблогинга у меня немного и вообще я как-то не могу так долго говорить но буду стараться сделать все что в моих силах но прежде всего наверное нужно начать самого начала учитывая что сразу несколько человек задали вопрос вообще откуда я взялась и откуда я такая получилась михаил конечно рассказывал свою точку зрения и на наше знакомство и на нашу встречу но наверное а имеет смысл немножко рассказать о себе и как бы нам познакомиться немножко поближе я родилась в городе киеве и мое детство ничем не отличалось от детства 60-70 годов всех детей вокруг единственное что я помню самого раннего детства это тогда когда я уже начала себя осознавать это что в семье произносились какие-то вещи про которые говорили не 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 ну ты смотри никому их не говори это говорить нельзя это в общем как-то предусудительно и так далее и я росла в стандартных стандартах двойной идеологии что было крайне неприятно то есть та идеология которая усиленно насаживалась извне пионеры общество и так далее она для меня была не совсем приятно она была не моя не родная и я все время чувствовала себя человеком который не принадлежит вот к этой среде в которой люди купаются и считают что это их место как-то было у меня такое ощущение что это место не мое но тем не менее никаких других возможностей не было и жила в этом месте где собственно родилась в городе киеве на украине закончила там школу и по той простой причине что в то в те годы в условиях антисемитизма на украине ну практически без каких-то особых договоренности невозможно было поступить в дневные высшие учебные заведения евреям я уехала в москву и продолжила образование в институте связи пошла по стопам своего папы своей сестры и так далее в институте мы встретились с мишей конечно это было знаменательное событие когда мы встретились и я не знаю рассказывал об этом или нет но буквально встретишь с ним на второй или третий день знакомства мы простояли с ним и проговорили в коридоре нашего института часа наверное 3 проходил какой-то знакомый говорит вау вы все стоите разговаривать мы не могли насытиться то есть нашли друг друга ничего такого не не себя не представляла себя хорошо училась в школе хорошо училась в институте хотела я закончила отделение это тогда называлось это модно было отделение передачи данных и информации это не было программированием из тех годов почему-то хотелось заниматься именно программированием но нам его не преподавали вот и после окончания института я попала в центр передачи данных что соответствовало моей специальности и попав туда я поняла что в общем-то я как-то с железом с хардвором не очень не тот я человек не так мне это интересно вот и стала смотреть куда бы можно было бы уйти но я не знаю наверное аудитория слишком молодая они помнят что в те годы уйти с одной работы на другую тем более с инженерной просто так нельзя было нужно было иметь какие-то блатные договоренности мохнатые лапы и так далее так далее все это было очень непросто и вдруг я в газете вижу объявление что требуются младшие научные сотрудники это был шок потому что обычно такие объявления в газетах давали тогда когда объявлялся конкурс на замещение должности и чисто формально требовалось дать газете объявления поэтому я позвонила по этому объявлению спросила они не 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 чисто ли формальность это не сказали давай приходи я пришла и таким образом я кардинально сменила сферу своей деятельности скажем так с технической на гуманитарную это был центр методический профтех образования и таким образом я как-то вот волею судьбы связала свою жизнь с образованием центр этот занимался профтех училищами советского союза которых на тот момент было около 6 тысяч и мы разрабатывали всю документацию для системы профтех образования включая заключенных которые тоже должны были в зоне проходить обучение и так далее сказать что эта работа была творческая интересная нельзя сказать что это было научное подразделение хоть назывался это научно-методический центр тоже нельзя это было такое место где отсиживали свое рабочее время люди как у которых я так понимаю что они у них не очень-то задалась жизнь в обучении в образовании очень много было школьных учителей но были также в прикладных лабораториях были инженеры которые попали туда точно так же как я из производства видимо они где-то поняли что им так это комфортнее иметь дело с бумажками нежели самим производством было сколько-то у нас кандидатов педагогических наук было сколько-то даже кандидатов технических наук но жизнь была серая очень однообразная очень зашоренная формальными политизированными вставками в эту документацию которые должны были проходить одобрения соответствующих там органах нашего учреждения и так далее и так далее все это было очень скучно и единственное что утешало уйти оттуда было невозможно опять же без какой-то протекции в особенности в системе образования ни одно нормальное место уйти было невозможно это не инженерная работа где все-таки можно было хоть как-то это самое сменить род деятельности в системе образования это было просто нереально вот но перспектива была такая что все-таки это считался научно-методический центр и все-таки им давали какие-то места в аспирантуру по заявкам людей обычно эти заявки выполнялись в течение нескольких лет и к тому времени когда приходили уже места в аспирантуру к сожалению поскольку место было такое не самое суперское этих людей уже не было и вот проработав там три года и отправил свою заявку на аспирантуру вдруг оказалось что кто-то оставил заявку но этого человека уже не было и пришло место да я понимала что я не могу ехать в другой город учиться в аспирантуру у меня есть семья у меня ребенок вот и это было нереально с точки зрения вот стиля нашей жизни поэтому я искала место только в очной аспирантуре и только непосредственно в москве вот и вдруг подворачивается место в аспирантуру в не самой общей педагогике академии педагогических наук и я вот подаю заявку на это место мне было очень сложно я человек же не из системы образования я же инженер по и мне пришлось для вступительных экзаменов по педагогике освоить весь курс пед института где я конечно начиталась многого и всякого но мне это все было интересно мне все это хотелось читать вот и вот так получилось что я поступила в нам дали это место и меня туда взяли вот очень очень аспирантуру к тому моменту когда я ее закончила уже советский союз старалась стал разваливаться и в общем эта степень практически ничего мне не дала но я ее рассматриваю как какой-то шаг своей жизни который я сделала я начала его я прошла его и закончила и плюс он мне дал некоторый уровень мировоззрения образования наверное позиции понимания чего-то потому что мы всегда интересовали вот всякие взаимоотношения немножко психологии немножко педагогики и так далее немножко вернусь в прошлое когда мы с Мишей только познакомились я мы попали с ним санаторий в дом учительницы или завуча какой-то школы в Краснодаре и у нее была подписка журнала семья и школа мне тогда было 18 лет мы только-только поженились детей у нас еще не было в помине но вдруг я для себя обнаружила что мне страшно интересно читать этот журнал читать про всякие статьи вот какие-то проблемные ситуации с этими детьми как из них выходить какие-то советы я таки подсела на этот журнал и наверное последующие три года читала этот журнал потом как-то мне уже стало неинтересно а в этот момент мне было очень интересно и я наверное каким-то образом через течение этого журнала подготовила себя к тому что когда у меня родилась дочка я наверное как-то более осознанно подходила к ее воспитанию чем если бы никогда в жизни мне этот журнал в руки не попал вот я не знаю как другие например справляются когда у них появляются дети и как они подходят к воспитанию потому что ведь ребенок это же не только накормить его напоить и покачать это же какие-то более серьезные проблемы связанные с воспитанием и так далее но вот для меня это было так вот некоторые общий бэкграунд и потом обучение в аспирантуре безусловно поставили какие-то вещи и научили чему-то и таким образом вот далее создали некоторую базу которая позволила подойти более осмысленно к воспитанию ребенка я сейчас приехала мне нужно прерваться а потом мы продолжим продолжаю свой рассказ начну с того места что как я понимаю я уже была таким а социальным элементом и меня в россии все напрягало кроме того перестройка которая была очевидна что она придет какому-то развалу потому что так не могло продолжаться очень хотелось уехать оттуда и при первой же возможности когда мы получили возможность уехать уехали мои родители сначала сначала моя сестра уехала потом уехали мои родители и при первой же возможности конечно пройдя такой непростой процесс отъезда мы все-таки покинули россию в девяностом году приехали в америку уже здесь были мои родители они уже были на пенсии к тому моменту в таком приличном возрасте сестра моя она болела очень сильно она тоже не работала то есть мы попали в среду неработающих людей нам пришлось фактически заново как-то себя пересмотреть и осознать в этом мире что был процесс в общем-то болезненный это не было легко сделать не было легко понять кто мы чем мы должны здесь заниматься но случайно как-то так получилось что в этот момент как раз в область software quality assurance начала вдруг развиваться до этого ее не было буквально стали одними из первых ки инженеров в этот момент очень часто в компаниях не было например ки менеджеры и ставили менеджера технического саппорта назначали его менеджером кьюи департмент он вообще не понимал что он должен делать кого он должен набирать и что эти люди сами должны делать но миша в силу природной гениальности он действительно и методистом и с ним вместе работали в этом научно-методическом центре он разработал методику больше что обучение этому software quality assurance в тот момент еще не было школы когда я уже начала работать в этой области была одной из первых но тем не менее я пошла по его стопам там мы сделали референсы на компанию в общем я получила работу сразу в компании по-русски это называется xerox по-английски называется xerox очень большая компания у которой есть большой исследовательский центр и мы делали очень симпатичный софтвер и мне все очень понравилось и это было фактически ну были перед этим такие промежуточные работы как бы я сейчас начну углубляться то мы не закончим очень долго но такими крупными штрихами это была первая нормальная работа софтверки инженера который мне очень нравилось это я занималась автоматизацией у меня все мигало мелькало на компьютерах немножко софтвера немножко программирования совсем всего по чуть-чуть я чувствовал себя на своем месте потихоньку полегонь куда в одну и жизнь начала налаживаться по природе своей я человек который не любит долго сидеть на одном месте я как бы утомляюсь от людей вокруг меня не очень люблю входить с ними в такие доверительные отношения и рассказывать им все о себе а они рассказывают все о себе как-то мне это не очень нравится поэтому я выбрала путь консультанта и меня тоже все устраивало я брала проект 6 месяцев до года как новый проект новая компания новые люди не на какие митинги ходить куда ходят постоянные сотрудники мне не нужно это в общем вольница полная до работаешь получать деньги не работаешь не получаешь если нужно отлучиться куда-то то договариваешься с менеджером просто без оплаты берешь день офф и все и никаких проблем нет меня это все очень устраивало но я как-то думала о себе и думала о своей жизни вот я думала их если бы думала я вот если мне устроиться на работу в microsoft то я бы считала что моя жизнь как тестера состоялась что я достигла вершин это был бы некоторый такой уровень мастерства после которой я могла бы сказать что все вот я добилась максимально чего я могла добиться в этой области в эмиграции и поэтому могу закончить ну и что же случилось я получила работу в компании которая на тот момент называлась hotmail вот и уже оказалось что тот момент когда я пришла уже официально купил microsoft и через три года вначале это еще была маленькая компания стартапом уже чуть попозже через три года это уже стала частью большой компании microsoft и они здесь на шорлайн построили свой кемпус и я там работала и это конечно была фантастика просто это 12 мил от дома шикарная компания я проработала microsoft и три года это было единственный раз пожалуй когда я работала как постоянный сотрудник а не консультант и это ну это как бы было вот завершение моей карьеры потому что microsoft и конечно работают очень классные ребята с очень высоким уровнем и я который вообще не понятно кто взялся и откуда со своим уровнем программирования со своим уровнем технических знаний которые уже на тот момент microsoft и не соответствовали мне там было очень тяжело но тем не менее я там проработал 3 года и я ушла по собственному желанию по семейным обстоятельствам мишина мама заболела и кроме того действительно я поняла что нужно это все заканчивать и школа разрослась а я с первых дней вела весь бухгалтерский учет и мне приходилось это все совмещать еще с постоянной работой такой где овертайм случалось 60 часов в неделю работали и мы приняли решение что я должна оставить эту работу уже сфокусироваться больше на семье на бизнесе и так далее вот это собственно и все где-то в 2000 году мы стали понимать что тот дом в котором мы жили он не соответствует как бы нашим представлениям и очень хотелось пожить новом доме это был старый дом построенный где-то 50-е годы обычный сарай которых здесь много старенький вот мы показываем дома вот такого же типа это был дом и ужасно хотелось много дома много вы конечно не понимали было очень страшно заниматься этим строительством потому что было понятно что это в общем-то довольно дорогое удовольствие и ошибка любая может стоить многих денег вот поэтому было очень страшно я подошла со всей серьезностью подготовки этого проекта очень много чего читала разговаривала с контракторами делала ресерч и все равно мы набивали свои шишки хотя пытались узнать как можно больше информации об этом но вот в итоге где-то в 2006 году мы завершили постройку дома это был конечно колоссальный опыт но чего я не ожидала я же не хотелось построить дом я не знала как я сумею прожить этот период я не знала как я буду строить очень много было неизвестного и я знаю что очень многие люди заканчивают стройку там с утяжничеством и какими-то проблемами все это было очень страшно и непонятно было как делать но в итоге когда мы закончили срок я поняла что это мне принесло такое удовлетворение невероятное когда ты вот сидишь думаешь и планируешь что-то причем планируешь до меньшайших подробностей там большой площади дом там много было всяких нюансов планируешь 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 и вдруг вот то что ты себе в мозгу нарисовал то что ты видишь буквально здесь излом карниза здесь шкаф здесь зеркало здесь стол каунтер вот это все что ты себе придумал вдруг ты видишь полную реализацию этого жизни это совершенно фантастическое чувство вау невероятное и нам казалось что вот мы переедем новый дом и это будет вообще фактически осуществление мечты и все замечательно такой красивый дом так красиво все получилось все хотели смотрели на этот дом на такое необычное сооружение у нас там бейсмэн где-то на 150 квадратных метров 170 квадратных метров бейсмэн с сауной наверху был дом в 300 квадратных в общем огромный дом жили мы в этом доме твои вдвоем с михаилом и собакой вот дети уже в этот момент от нас отъехали у них уже появился свой ребенок и в общем и этот дом нам конечно во первых он нам дорого стоил содержание во вторых он не соответствовал нашему будущему стилю жизни у двоих такой большой дом и не нужен вовсе и поэтому сколько-то лет назад мы его решили продать и вот продав этот наш дом мы сумели купить дом здесь вот где мы сейчас живем который маленький и опять же вот эта вот концепция постройки нового дома набили свои ошибки набили свои шишки и поняли где то что конечно очень приятно жить в новом доме который построен системно комплексно как единое целое где не добавить не убавить однако однако жизнь в таком доме лишена как бы дальнейшего творческого потенциала потому что он уже исчерпан уже все стоит на своих местах уже ничего не добавить не прибавить а ну только мебель расставил вот и все и даже картины которые мы хотели повесить все повесили очень быстро и все что хотели поставить дополнительно поставили очень быстро и в общем на этом как бы модернизации наши закончились и дальше уже больше некуда было двигаться тогда мы пришли к выводу что наверное правильно строить по частям и это у меня новая концепция сегодня который существует что не надо про неправильно и с точки зрения налоговложения и с точки зрения строительства и удовлетворения своих каких-то планов и амбиций неправильно все-таки устроить дом самого нуля правильно покупать старенький домик и все-таки его как-то обрадить соответствии со своими желаниями вожделениями желательно подольше тогда удовольствие растягивается немножко над более длинный срок и это доставляет как бы удовольствие потому что ты видишь эту последовательную реализацию но все-таки конечно хочется видеть конец тоже я надеюсь что он у нас уже не за горами мы прервемся еще раз и потом продолжим